Часто бываю в вашей области больше, чем какой-либо другой. При этом не раз, пролетая над Гомельщиной, с высоты птичьего полета видишь все, что делается в хозяйствах, на полях, все стройки, дороги, объекты. Особое мое внимание, конечно же, тем территориям, которые больше других пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. В этом, прежде всего, суть моих с вами отношений. Я помню те, можно сказать, далекие по нашим меркам времена и совсем недалекие по меркам истории, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать, как у нас принято было тогда говорить, последствия Чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные. Не только потому, что у нас не было средств на то, чтобы тогда жить и существовать. Проблема заключалась еще и в том, что мы не знали, как сделать лучше. Где-то на ощупь, где-то исходя из того небольшого опыта, который у меня был. Но я для себя принял решение, что этот процветающий, красивейший уголок не только нашей Белоруссии, но и Европы должен жить и существовать. Мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы. И не только потому, что вы живете в красивом краю, а потому, что я считаю, и тогда считал, что очень трудолюбивые и порядочные люди живут на Гомельщине, и их нужно поддержать. Было непросто принимать решение по постчернобыльским регионам. И я помню тогда, вырабатывая тактику, мы немало сделали для того, чтобы вас убедить в том, что здесь надо жить. Что вас нигде не ждут. Что там, куда вы уедете и даже куда вас зовут, будет не лучше. А те, кто уехали, кому посулили хорошую жизнь, в подавляющем своем большинстве вернулись обратно на Родину. Наверное, один из важнейших участков моей президентской работы, вы это помните, возрождение Полеси. Я очень люблю здесь бывать. Я, можно сказать, душой прикипел к этим местам. Когда я был здесь в первые годы президентства, картина была жуткая. Я часто привожу этот пример. Вы помните этот регион, Полесье, деревня Лясковичи. Я, когда вышел из автомобиля, перед глазами картина, я в полуботинках сразу провалился в песок. И я пошел по этой деревне, ко мне сбежались люди. И когда мы уже установили добрый контакт, наши отношения, люди попросили, чтобы выдумали хлеба. Это меня поразило. Трудные были времена, но то, что в деревне не было хлеба, меня это поразило. И я помню, тогда отдал команду министру обороны и перебросил все походные кухни, хлебопекарни, в эти села и крупные деревни. С этого мы начинали. Я помню, когда я приехал и на пароме, на каком-то меня перетащили на берег Припяти другой, там вручную люди косили траву. Для меня, для деревнического человека это неудивительно. Они мне сунули косу, говорят, коси. Думаю, ничего себе. Тогда это в диковинку было. Тем более я приехал в короткой рубашке такой. Фотография до сих пор есть. Я говорю, подождите, косу я выберу сам. Я, насколько это возможно, под свой рост подобрал косу, пощупал ее. Вроде бы наклепали, точили. Начали косить. Потом один руководитель, может бригадир, говорит, ну хопить, пойдем под дуб. Помню тот дуб. Сели мы под этот дуб. Я так левым ухом слушаю и смотрю на них. Тем более тогда вы же объявили образование некой Полевской республики. Когда мужики уже под две рунки, по три выпили самогона, этот бригадир, наверное, говорит, это наш. Я почему вспоминаю этот момент, потому что действительно я беспокоился, чтобы страна сохранилась. Но после этого посещения Припяти я никогда больше не слышал, что на Полесье люди хотят соединиться от Беларуси.